Митрополит Брянский Иесевский Александр совершил литургию прежде освященных даров в Брянском храме святых Петра и Февронии Муромских. Это церковь, посвященная благоверным князьям, единственная в Брянской епархии. История прихода началась в 2014 году, когда на пустыре возводимого микрорайона был освящен закладной камень в основании храма и устроена временная деревянная церковь. Дорогой владыкой, рада приветствовать вас в нашем храме святых Петра и Февронии. В храме во имя святых Муромских чудотворцев на территории микрорайона авиаторов города Брянска собрались прихожане. Пока церковная община небольшая, но храм пополняется молодыми семьями с детьми. Эта церковь по-домашнему теплая и уютная. Рядом строятся многоквартирные дома, микрорайон увеличивается и в ближайшее время планируется начать возведение просторного красивого храма. Приятно сюда приходить и вот эта атмосфера, когда ты видишь, как люди стараются безвозмездно, ты начинаешь верить в то, что еще существует добро, взаимопонимание и хотелось бы, чтобы было побольше прихожан. Сейчас по благословению митрополита Александра и с его деятельным участием дорабатывается проект храма. Настоятель священник Михаил Симеонов, многодетный отец, вместе с матушкой они воспитывают семерых детей. Прихожане вдохновляются таким добрым примером и молятся святым Петру и Февронии перед их частицей мощей храмовой святыни, прося благословения на укрепление семьи. Душой я чувствую, где как бы истина, где сила. И в этом храме я вижу, что здесь именно то близко, что я видела в Почаевской лавре. По окончании литургии владыка Александр обратился с проповедью к молящимся. Архипастер напомнил житие преподобной Марии Египетской, ведь накануне вечером совершалось особое богослужение Марии Настояния. Но вот надо обратить внимание на то, что она дала Слово Богу. Мы ей тоже на исповеди иногда даем обещание исправиться, поступать по-другому. Допустим, мы кого-то недолюбливаем, находимся с кем-то во вражде. И мы на исповеди обещаем, что мы непременно с этим человеком примиримся. Мы непременно будем к нему относиться так, как относимся к тем, кто нам симпатичен. Но проходит время, и все возвращается на круги свои. Поэтому, если уж вы перед Крестом и Евангелием даете обещание, то старайтесь, конечно, с Божьей помощью. Сами-то ничего не сделаем мы. А с Божьей помощью можно, конечно, исправиться. В ответном слове настоятель выразил признательность владыке за визит и преподнес архипастерю икону святой великомученицы Варвары с частицей ее мощей и книгу о Великой России.